Доброе утро! В отличие от наших школьников, у нас работа еще продолжается, она в полном разгаре, как раз сейчас идут творческие отчеты всех наших творческих коллективов, это отчетные концерты, отчетные выставки, и вот я буквально посетил недавно несколько концертов и с удовлетворением констатировал, что растет и качество, и количество участников, и вообще, значит, наши коллективы с каждым годом все больше и больше получают наград как на всероссийском, так и на международном конкурсе. Потому что буквально две недели назад приехал, вернулся коллектив с фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге и на этом престижном международном конкурсе они заняли второе место в номинации «Народный танец». А буквально вчера утром я пришел на работу и получил факт о том, что наши участники детской изо-студии образцовой заняли несколько первых мест на престижных очень конкурсных пасхальных выставках в Екатеринбурге и в Москве и приглашают нашего руководителя за наградами. Вот такие серьезные достижения они за год совершили и что можно на каникулы теперь отправляться? Ну я еще могу сказать, что весь июнь у нас будут мероприятия во Дворце культуры, причем это в основном детские мероприятия, причем первую декуату практически каждый день у нас будут мероприятия, посвященные международному дню детей. Мы с удовольствием приглашаем и 2 июня на концерт «Киндер-сюрприза», и 4 июня на концерт «Юности» и вечером на концерт нашего музыкального детского театра «Орфей». И затем мы приглашаем на мюзикл «Бяки-буки», который делает наш детский музыкальный театр «Орфей». Так что у нас планов граммадью и очень серьезный июнь месяц у нас еще впереди. А планируете какое-то официальное закрытие? Нет, как официального закрытия у нас нет. Дело в том, что мы 1 июля на 2 месяца уходим на ремонт, то есть наша сцена нуждается в ремонте. То есть, во-первых, мы будем усиливать металлоконструкции на сцену, во-вторых, будем менять деревянный планшет сцены и укладывать новый театральный танцевальный половик. Это у нас займет 2 месяца. 22 июня у нас большое городское мероприятие, посвященное Дню скорби, памяти и скорби. Это концерт «Рекви». Мы приглашаем пельмяков на это мероприятие во Дворец культуры. И затем, значит, у нас продолжатся мероприятия во Дворце культуры, но все наши творческие коллективы, за исключением профессиональных, которые работают у нас в Дворце культуры, уйдут в отпуск на 2 месяца. А мы продолжим на работу, то есть вы же знаете, что к нам во Дворец культуры рвутся все пельмяки и пельмячки, чтобы сочетаться брака именно в нашем Дворце культуры. Это доставляет огромное удовольствие. Я знаю, что в июнь, июнь, август, чтобы попасть на бракосочетание, они приходят рано утром и записываются. Очень заранее нужно. Да, очень заранее. Нужно очень поспешить, чтобы попасть именно на торжественный обряд бракосочетания в наш Дворец культуры. То есть закрывается большой зал на ремонт, а репетиционные процессы будут идти к прижиму режима. Да, конечно. Не надо забывать, что в нашем Дворце культуры наряду с нашими образцовыми и народными коллективами, а у нас таких 17 во Дворце культуры, у нас работают и профессиональные коллективы. Это коллективы городского концертного объединения, ярмарка, бабату, ромэн и пермский военный губернский оркестр под управлением полковника Тверетинова. Причем они занимаются в тех же репетиционных классах, что и наши коллективы. Иногда друг друга сменяют, и это дает возможность нашим детским коллективам, а иногда и взрослым, то есть наблюдать за ними и стремиться. Когда есть такие ориентиры. Да, но кроме всего прочего, они же участвуют в совместных концертах. Даже если мы возьмем рождественский спектакль, который мы делали в этом году, то в нем участвовали профессиональные артисты ярмарки, студенты Академии искусств и культуры города Перми и наши детские коллективы ФОЭТ и юность. И был спектакль, кстати, прекрасный, его высоко оценила и пархия, которая заказывала этот спектакль, да и все дети с родителями, которые им приходили, они просто высказали массу слов благодарности за это чудо. А про поводу нового учебного года, нового рабочего сезона, уже есть какие-то планы, гастрольные, концертные? У нас, во-первых, конечно, очень много гастрольных планов. У нас 3 июня наш флагман, коллектив «Киндер сюрприз» уезжает на фестиваль Вежевска. Это престижнейший очень фестиваль, там соберутся действительно ведущие коллективы этого жанра со всей России. 4 июня бокальный ансамбль «Капельки» уезжает в Санкт-Петербург на Белые ночи. В июле наш театральный детский коллектив «Три-четыре» едет в Чердынь на фестиваль «Зов Парме». В ноябре коллектив «Юность» едет во Владимир на престижный фестиваль. И венцом этого учебного года станет в декабре поездка в Берлин на рождественские праздники нашего музыкального детского театра «Орфей». Так много у вас гастролей. Пермякам что-нибудь перепадет от всего этого великолепия? Конечно, перепадет. Во-первых, у нас же два коллектива. У нас очень редко, когда выезжают, у нас получилось в июне, что одновременно практически уезжают «Киндер сюрприз» и «Капельки». Но не забывайте, что у нас 17 коллективов во Дворце культуры. И мы все их любим и ценим, все эти коллективы. И что еще хочу сказать. Что я вот с удовлетворением посмотрел план на октябрь, ноябрь и первую половину декабря. У нас уже во Дворце культуры нет свободных дат. И буквально сегодня мне там звонили, не знаю, что делали, умоляли, чтобы предоставить сцену тому или иному выдающемуся артисту России. Я говорю, извините, уже все занято. Нет места. А в том числе наши концерты мы все равно приоритет отдаем, потому что мы будем отмечать осенью 20-летний юбилей шоу-группы «Киндер сюрприз». Это наша ведущая группа, которая в свое время поразила всех на первом отборе на Евровидение детский, когда им буквально не хватило нескольких десятков голосов, чтобы занять первое место и поехать на Евровидение. Ну, в общем, с наступлением нового сезона нас абсолютно точно ждет феерия концертов, выступлений. Ну, я в этом не сомневаюсь. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти и поделиться этими прекрасными планами. Спасибо и доброго утра.